знаете какие интересные вещи по находил прямо удивительно например например вот такие здесь написано знаете это хорошо что вы любознательно че написано знаете читать не умеете вам перед вами красным если что введено для удобства москвича что там москвичами москвичами отлично а вот здесь давайте ближе опять сделаем не видно давайте вот так сделаем москвичи опять москвичи да интересно а вот это что у нас московский посол московский посол чудесно так а вот здесь вот там много всего так но московский московский что там еще татары да вот польша литва казаки московский посол интересно сколько всего а вот здесь вот тоже что там про московский тоже все московское московская войска вот у нас король короля польского видите так что здесь еще написано речь посполитая вот здесь внизу что-то написано что здесь написано вот внизу видно посольство посольство потому что перед этим вот еще написано московского тоже до московского все московское а вот у нас интересная целая страница видите вот есть у нас что написано не видеть и написано московские войска а на противовес есть еще русские войска и вот еще есть посол московский внизу видите это все 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 в принципе по по теме так сказать опять таки московские войска дальше чё там у нас дальше у нас вот еще пожалуйста вот московский король польский ну понятно давайте логику включать да где это написано как думаете какой вот там написано вот ну вот смотрите вот здесь вам подсказка в этом углавлении я не вижу подскажите пожалуйста вот какой вот смотрите вот вот вы сможете расшифровать вот это вот а теперь смотрим сюда вот московские родные московский посол литва польша это все противовес видите интересные какие-то вещи это все я вам показываю первую газету московского царства 1703 года здесь ни одного упоминания ассоциации великолосов русских и тому подобное все московские господа московские войска это я в ту сторону московские войска московские войска бесконечно можно это все смотреть не насмотреться вот между москву и шведами прямо написано то есть москва и шведы это два народа это все в газете у меня вопросик газеты 1704 года третьего напишите первая газета издана пётром первым вот посмотрите посмотрите эту газету она называется ведомости о военных и иных о военных и иных делах достойных знания памяти случившись о московском государстве и окрасных странах и вот меня такой вопрос назревает интересный тут я могу вам листать бесконечно вот собственно титул к ведомости в московском государстве и у меня вопрос возникает на странице 67 учебника истории россии за 7 класс пишется очень странные вещи про какие-то воссоединение населения современной украины с русскими то есть в скобочках великолосами то есть если дословно цитату прочитать на землях входивших ранее в государство русь прожала население имевшие с русскими в скобочках великолосами единая национальные религиозные и культурные корни большая часть этих земель первой половине 17 века входила в составе чипосполитые не вопрос какие русские какие великолосы 17 веке если газета начала 18 века таких не упоминает и не знает кстати вот картина еще есть знаете как называется и чья она самое главное это картины известного художника иванова это начало 20 века картины если что вот иваном себе спокойно подписал эту картину названием сейчас бы вспомнить как она на стражевой границе московского государства 1907 года работа а есть еще другая картина называется погод московитян 1903 года издание вот московитяне собственно как обычно да такое вот там красный этим скажем лита да вот это все а еще можешь показать картину репина запорожские казаки пишет письмо турецком да там кстати два украинских флага красно-черный и синий желтый и плюс еще это письмо сохранилось польский вариант где пишется где казаки подписывается казаки всей украины это довольно тоже интересный факт у меня другой вопрос почему нам напишут в учебниках что с русскими какие-то в соединении было если здесь никаких мы не нашли упоминание русских как принадлежность тому русские в этой газете есть только в территории львова запада украины вот там действительно есть а тут москва прелестным а титул ивана грозного там же упоминается титуле город чернила титуле что титуле ну там русские есть титуле или что народ народа русских есть там в титуле или что ничего не понял у ивана грозного есть титулы ну и там есть или что царь татарский царь астраханский там дали царь там это какой-то московский еще там называть там называется вот это ну все что захватил все что захватил идиот так одетом и русские народе это не понял он он присоединил только татарское княжество и астраханская а до этого все это там уже ему досталось наследство честно говоря ничего не понял потому что если вы по титулу что-то ходили сказать то в короля речи посполитой был тоже такой довольно похожий титул что он король польский великий князь литовский также великий князь русский русский мазовецкий жмутские филянский киевский оллинский смоленский северский и черниевский то есть как мы видим по титулу ничего не скажешь то же самое в титуле было в угорского короля он подписывается король малой руси потому что все эти короли не захватили территорию хиты из современной украины прибавили себе такие добавочки по поводу титула московского царя то про это писал еще герберштейн что князь московский сам себе присвоил титул который не соответствует действительности он постоянно называл себя императором постоянно пытался с максимилианом первым быть на равных поэтому этот титул ничего не значит у меня за народ вопрос я русский народ иван грозный иван грозный не назывался императора герберштейна почитайте не иван грозный его дедыще иван третий пытался называть а и грозный себя называл императором германским если что он себя называл наследником августа это вы можете прочитать в работе антонио по силе не за 1583 год там черным по белому пишется что есть великого князя московского большие претензии и в том числе на титул так что вот такие вещи то что приснилось какому-то королю что он там у вас приснилось какие-то там у кого-то есть претензии это не факт так чему-то и читу то я спрашиваю за народ причем здесь да причем здесь народ народ где а вот и москвичей поведением московские войска увидели все остальное где здесь русский народ в этих ведомостях этой москве живет самое главное не где-то там во львове который не принадлежит московскому государству вот на карте на картах семена имезла я тоже не нашел никакого русского царства везде пишется московское царство в него 2 2 карта 1 день не 2 современные так что дай мне великое земли великую москву да а второе царство да да то что сейчас вы зачитали это газету там и где и написано московское царство то написано московское войско московский посол там вот это а что там московское царство смысле там есть на первой же странице есть конечность чтоasser касква вы не увидели на первоеację стояница московского государства и что аусу да государь да да это тоже самое что московское царство политизы не увидели может Могу вам заново продемонстрировать, если вы не увидели? Может быть, это была историческая статья про московское государство, которое 300 лет назад было. Нет, статья, статья, статья это не статья, это первая газета. Журналистам, которые писали эти газеты, они рассказали... Ну, я знаю, что не существовало. Ну, так что вы говорите. Смотрите, первая страница, первая страница. Что у нас здесь пишется? Ну, вначале что пишется? Что пишется? Ну, вначале, читайте. Читайте вначале, давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Читайте, да. Вот, читайте, что написано. Да я не могу прочитать, я ничего не вижу. На Москве вновь ныне пушек медных губниц и мартышек вылито. Или март... Марторок, что-то там. Мортирах, вот точно, мартир вылито. На Москве на Казани. Вот есть, вспоминается, московское государство и китайское государство. Это два государства. Как царство на семью на ремезовой карте. Как в Питера Бергмана на карте, московская страна. Как в Питера Пикарта на карте, часть московского государства. Вот это все никакого отношения к России, Руси, русскому не имеет. То, что пишется в учебнике. Так что же... Как это не имеет. Что же мы будем этим сделать? Это получается фальсификация. Вас в учебнике фальсифицируют, получается? Ни капельки нет фальсификации. Как это? Вы знаете нового летописца? Такая московская летопись 17 века, охватывающая события с 1584 по 1630 годы, является важнейшим источником по истории смутного времени. Вот она четко описывает, там, пункт 116 пишется, например, про Василия Шуйского. Он же злодей, являясь перед московским народом, отвечал, не единой пяди московской земли не отдам в Литву, а сердце его окаянного давно к ним лежало, что им лежало на их получить. Также на пункте 126 пишется, и когда были мощи близ Москвы, встретил их сам царь Василий с патриархом, со всеми духовными властями и боярами, со всем народом московского государства, с умилением, со слезами рыданием. Ну так можно продолжать вечно. Там упоминаний сотни, в принципе, суть-то понятная. Почему в Ваших учебниках пишется откровенная чушь? Что пытается научить? Там, кстати, пишется, да, Вы же услышали, да, про то, как пишется, что «На землях, входивших ранее в государство Русь, проживало население, имеющее с русскими великороссами единые национальные, религиозные и культурные корни». Как думаете, про какое население идет речь? Про какое? Про украинское. Про Украину идет речь. Вот. И пишется, что единые какие-то корни. Смешно, правда? Мне тоже смешно. Как может быть с московитом и украинцев одни корни? Если еще Нестор Литописец в своей летописи отличал такие племена, да, от Русь, Русь. А потом идут Меря, Мордва, Мурома, Чуть там и так далее и тому подобное. А Литва, ну, Литва, то понятно. Мы это жили в другой стране. Давайте по порядку. Да. С самого начала. Да, 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 давайте. Вы увлекаетесь историей. Увлекаясь правдой и фактами. А вас в учебниках этой, правда, явно не найдешь, я так понял. Вот меня заинтересовало, что же пытаются детей, чему научить пытаются, московские псевдоисторики. Давайте. Вопрос такой, Лан. До того, как пришел Ярослав Мудрый в Киев-то, где он княжил-то до того? Он был наместником в Новгороде. Князем обычным. А есть великий князь киевский. И это главный, как король, как конунг. Вот он был наместником. Как и были другие наместники по городам. В том же Суждале, Бористое и других. По старшинству. Вот Ярослав был как на самом старшем троне Новгорода. Как и Владимир до этого. Как и, в свою очередь, Святослав. Это, чтобы контролировать город. Значит, был в одном месте, пришел княжик в другое место. Не пришел. Там была война между братьями за престол. Вследствие кровавой войны, как вы знаете, Володимир Христитель умер в 1015 году. А Ярослав, тот, что потом стал мудрым, Володимирович, пришел только в 1018 году. Потому что три года шла война между братьями за престол. Кровавая война. Так как и до этого Володимир пришел к власти. Святослав умер в 970... Стоп, стоп, стоп. А, Володимир 900... Подожди. Как он приходит? Да. Ты записывай года-то. А то ты по годам всего, теперь у тебя каша в голове. Да? А в каком... Скажите, пожалуйста, в каком году пришел к власти Ярослав? Власти в каком городе? Да, мне, кстати, тоже интересует. А каким боком Москва-то к этим всем событиям? Где Москва в это время была, когда Ярослав пришел к власти в Киеве и уже чеканил свои монеты? Знаете, как монеты выглядели, кстати? Ярослава. Знаете, что там было изображено? Итак, получается, что Ярослав Мудрый пришел в Киев. Вот так выглядели монеты. Стал там руководить в этом городе Киеве. И стал там печатать свои монеты. Да, я не понял, какое отношение Москва имеет к этому всему. В Москве тогда еще даже не было. Даже в Пуминках. Там финно-угорские племена жили. И по раскопках графа Уварова, славян там вообще было вот на донышке, фактически. То же самое вам напишет генетики Балановские. Про то, что до 15 века доминировала финно-угорская, тюркская, там другие речи, только не славянская. И то же самое напишет Татьяна, забыл ее, Алексеева вроде как. Татьяна Алексеева. Вот она напишет, что, собственно, славянин и финно-угорские племена, то уже наследники великороссов так называемых. А вот монета Ярослава. Вы мне не сказали, какая там, что там изображалась. Что вот это изображается? Так, какой год-то? Я могу московского князя хоть одну такую найти? Знак такой. Хоть в одного московского князя? И так. И так, получается. Какое отношение москва имеет к Киеву, вопрос? Вот вам и ответ. Вы сами на него сказали. Пришел, брат поругался с другими братьями. Что значит поругался? Они один от другого за власть. Поругался. Они за власть воевали. Только москва при чем к этому всему? Это история Украины. А москва при чем? Это не ее территория. Какое отношение москва имеет к этому всему? Ее ж и не было даже еще. В поминках. А где была... А Украина, где была... А Украина первое упоминание в 1187 году, если что. А до этого Русь находилась в узком смысле. По Буслаеву, по Шахматову, по Насонову, по Приселкову на территории Украины в узком смысле. То есть, знаете, как брестяные грамоты, знаете, что это такое? Вот там жители, жители, например, Новгорода писали, что если едут в Киев, они едут в Русь. То есть, они выезжают с Новгородской республики, с княжества, да, до этого княжества, потом республики. И едут в Киев, в Русь. Они себя не ассоциировали с Русью, так же, как и ростовцы, службанцы и другие. Это можно найти в Патриевской летописе, в 1554 год. Вот грамота Берестяная, видите? Здесь нет ассоциаций с Русью новгородцев. Абсолютно. А что написано в первом упоминании про Украину, можете сказать, в 1187 году? Могу. О нем же Украина много постаново. О этом самом Борисе Глебовиче, когда он умер, Переославское княжество имеется в виду, собственно. Вот это первое упоминание. Второе – 1189, третье – 1213, Украине – 1268. Это все понятно. У меня вопрос, на который вы не ответили. Москва. Мне непонятно. Какое отношение Москва, какое отношение имеет к Руси? Я вам отвечу. Никакого. Не лезьте в нашу историю. Вам нечего об этом говорить. Все с вами понятно. Тогда мне объясните, пожалуйста. В первом упоминании об Украине, что написано? Можете… Я вам сказал, что у него уже Украина много постаново. Вот и все. Уже важно. Все, все, все. Ну, загуглите первое упоминание, если вы не слышите. Может, проблемы какие-то. Помедленнее. Но мне переведите, чтобы я понял. Можете… Ну, вот и братьевский список. Сидит летописец такой. И вот пишет, 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 знаете, вот так. А слова какие? Приблизительно вот так пишет, вот так пишет. Знаете, тут все в один рядочек. Видите, никаких больших букв. Все с маленькой и так дальше. Он вот это пишет, пишет, пишет. И вот пишет, что был такой славный князь Борис Глебович. Очень сильно… Он был любимым народом. Да, он его народ Переославского княжества любил. Он был Переославским князем. Он постоянно воевал с теми же половцами. И вот в одном из таких походов в битве с половцами, где-то там на суле, он получил ранение несовместимое с жизнью. Ну, естественно, его уже хоронили в Переославе. И пишется, что заплакал весь народ, вся Украина по нем поплакала. То есть, плакал весь народ, весь Переославского княжества. А потом о своем князе любимом Борисе Глебовиче. Ну, вот, если вам так не доходило, то, может, так, может, попроще будет. Понятно. Так, какое отношение это Москва к этому всему имеет? Вы обсуждаете историю Украины. А вы-то какое отношение имеете? Вот московские войска, мы посмотрели. Москва, 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 Москва. Но Глебович, как вы сказали, его зовут-то Глебович? Вот смотрите, история скифская. Знаете, кто это написал? Но вы одну букву там неправильно написали. Там написано, плакал по нем вся окраина. Это диграф называется, если что. Да. Вы знаете, что такое диграф? Искажение истории. Чего? Диграф, я говорю, буква такая. Да. В словаре. Знаете, как она читается? Это искажение истории, молодой человек. Чего? Загуглите. Диграф. Диграф. Ук. Загуглите. Почитайте, хоть узнаете, про что речь-то идет. А я так понимаю, вы не понимаете, за что я вам говорю. Если вам лень гуглить, я могу за вас прочитать определение, чтобы вы не тратили свои драгоценные силы. Вы не против? Вот мы открываем диграф Ук и читаем следующее определение. Значит, диграф Ук – это буква старославянской азбуки. Первоначально диграф букв О и У писался горизонтально, но впоследствии для экономии места стали использовать вертикальную лигатуру, а впоследствии вовсе заменили буквой У. То есть в старой церковно-славянской азбуках носит название Ук, что означает наука, учение, научение. В кирлийце обычно считается 21 по порядку. Числового значения не имеет и... А, не имеет и выглядит двояко. Вот, кстати, вам нужно показать, да, вы же не понимаете, как она выглядит? Вы опять одну вещь обманываете. Обманули, смотрите. Кто обманывал? Ваша статья обманула вас или что? Нет, вы, вы. Так я же вам определение прочитал, не свое. Вы сейчас вычитали определение современное, которое сделали сейчас. Кто это вам сказал? Это вы на что упираетесь, когда такое говорите? Это определение возникло вот недавно, совсем недавно. Это где такое мне прочитать можно, что оно недавно возникло? еще где мне прочитать такое что она недавно возникла и где мне прочитать я спрашиваю что она недавно возникла вот так она еще выглядит видите вот это вот это ваша ваша статьи видите вот и вот вы можете здесь прочитать сами своими глазками как читали до этого газеты вот видите вот значит кириллица ук ук видите вот вот так напишите диграф ук он считается как у потому что это из греческого пишет пришло там тоже не было у буквы и не писали вот так двойным у типа пожалуйста целая статья можете читать вот видите разные написания вот так они выглядели и кстати я вам знаете где вы можете статья какого статья какого года статья какого года так статья какого года это у нас определение куда список буквы кириллицы появился со времен кирилла мефодия вот вот это оттуда диграф пошел если что кстати интересный момент я вам кое-что сейчас покажу где этот диграф пишется знаете московский рубль был такой не русский не российский я московский рубль знаете как он писался через этот диграф и читался он вот такой рубль писался через этот начитался как естественно не рубль а рубль а рубль потому что это буква вот так вот сейчас я вам покажу или пол хотела утра это вы хотите сказать что диграф это ко всем боку можно отнести нет это есть буква и кры это есть грамм это буква это есть буква сама вот смотрите московский рубль смотрите как он пишется вот тот самый диграф который я вам только что показал ведь он он пишется как но по факту читается как у рубль если полное слово вот пожалуйста так что разочарование для вас не больше нужно знать базу базу это какого года монета монета ну вот же так это а это обратная сторона это монета 1790 года вот уже петровские времена до петровские времена он все равно через диграф все писали представляете вот такое вот такой нюансик ну так что чё там пишется то в ваших учебниках пальцификации по единые корни какие-то русских по великороссов не упоминается на один цене где но смотрите давайте я вам поясню давайте теперь моя очередь значит вот эту букву диграф пишется и у петра и как вы утверждаете 1187 году правильно вот еще если вы не верите полу паутинник как написан то за буква здесь но вы утверждает что диграф так это есть потому что это кириллица это кириллица так раньше писали до времен петра как раз таки при нем реформы некоторые произошли и он вышел с обе хода это диграф все так какой год монета вот же написано вот под низ видно ну ну не вижу не видно вот я но сообщить может 1713 но петровская монета если исходить и если исходить из диграфа что диграф пишется и в 1700 году и и ранее писался получается то что диграф в российском государстве всегда использовался так это кириллица не использовался не в россии это кириллица любовью использовался потому что эта буква понимаете эта буква алфавита была вот вот она смотрите как инопланетянин видите букву алфавита использовал и петр великий и до него правильно ну да важно письменность не менялась времена еще десятого века вас айфом никаких не было поэтому мы использовали не те же вещи которые уже давно уже стали быть современными удобными для использования использовали чуть-чуть отставали чуть-чуть вот ответ на ваш вопрос ответ на ваш вопрос даже в письменности мой вопрос был какая какое отношение московское государство царство и другие имеют каруси имеет к русскому имеют украине какие общие корни и тому подобное если ничего такого мы не нашли ну вот как не нашли и ничего нашли ничего не нашли и буквы нашли а буквы на один народ или как не написали одинаково вы так не смешите пожалуйста то я уж знаете смеюсь вот когда вижу афанасия никитина в пятнадцатом веке который путешествовал он различал ростаков москвичей тверичей и других он писал что в одной в одном судне сидят москвичи там с кормом а в другом и тверичи и тому подобное то есть было различие двух народов абсолютно то же самое вот у нас архив западной видите западной юго-западной россии киев 1887 год издание вот эту российская империя знаете что здесь это собственно ручные записки петра могила здесь это мой его это довольно известный человек если что и вот он вот он в смысле в узкие вы петра мы его не знаете но вообще украинский да он украинский деятель конечно может вы не очень в этом но он и побывал и в на ваших территориях если что не знаете петра могила ну ладно если вам так интересно то петра могила это собственно украинский политический церковный образовательный деятель епископ константинопольской православной церкви митрополит киевский халинский и вся руси экзарф константинопольского престола сын правителя валахии позже молдавии и представитель древнего валашского боярского рода ну в общем то там биография довольно большая но что интересно пишет он видите вот есть у него такие вот записи где он пишет в никто юноша имени степана служа у родителей моих родом русин от каменца подольского дальше пишет при архимандрития печаль спамели сели плетенец комби не кто стоит с именем феодосия родом москву витянен в лавре печальской подвижные вельмы и также пишет никто александр музея ля родом грек хитростью джабрач в определениях киевского воеводства то есть у нас есть пётр могила четко в конце 17 века пишет есть у нас человек родом московитянин а есть у нас родом русин правильно и руси не сейчас есть у нас на западе украины родом родом грек и грек есть да вот грек московитянин и ой и русин вот и русин русин вот это три смотрите три разных народов да вот русины где живы ли русины где русины сейчас живут в украине а у вас никуда на вашей территории русином не было еще одно показательство русины как это все карпатах живут правильно вот еще а чё не на урале кстати если там руси почему не на урале почему не в москве так русины жили где уже пишет уже пишет в своем сочинении каменце подольскому пишет да он пишет кто с ним там рядом находится один грек они рядом это в принципе он людей описывает просто людей описывает да вот он их описывает один там грек один из русин другого края это все разные народы да все разные народы нет нет там недель написано он просто история скифская он рассказывает он рассказывает кто с ними находится рядом и ничего такого нету ничего не понятно но очень интересно вот смотрите что в истории скифской пишите знаете кто написал историю скифскую не знаю андрей лызлов в большой российской энциклопедии он даже есть представляете себе и он писается как историк переводчик стольник сын вызвала московский дворянин так дальше так дальше у него работа известная ему вот и история скифская вот здесь он истории скифской постоянно пишет за московское царство из первой страницы которые он начинает писать про историю скифскую там довольно интересный момент звучит то что например у нас да у нас блин господи ну короче он себя тактирует что он как москве относится на противовес есть еще россияне вот но это заметил один историк что были правки еще во времена восемнадцатого века то есть он написал в семнадцатом веке были в восемнадцатом веке правки скорее всего татищевым что он просто начал выкресливать это слово которое зачеркнуто было слово москва и россияне он переправил на русию то есть это еще одно доказательство того что фальсифицировать ваша история еще с древних времен то есть сам себя этот вызвал не считала русином там еще кем-то но и уходка не хотят современные современные вот историки хотят это все исправлять и век тебе а как зовут станислав ты рассмотри вот это что ты сейчас считаешь позиции того того человека который пишет да он пишет он ничего не знает про россию только начали исправлять восемнадцатом веке при татищевой и других историках екатерины которая переписывала массовой истории вот он себя не считал не считал там каким-то сыном он себя считал москвой вот это я понимаю ты сейчас это все читаешь вот это свои я понимаю тебе это все нравится и увлекаешься ты просто смотришь это со своей позиции нет стороны лизова лизова историков которые его комментируют чистякова елена например знаете историка чистякова не надо с позиции вот этого человека который пишет ну смотрите он он пишет в этой работе что есть московский государь были заменена заменены слова московского государя на российском при татищевой миллере да ты как будто оказался там вот общаясь с этим человеком и вот все вот это читаешь как будто вот сам пишет за него и тогда тебе многое откроется правильно такси я такси я такси я такси что никакого отношения сами московские люди понимали что они не имеют каруси это просто претензии записки же любя почитайте записки же любярского он не упоминает про российское государство только про московское а так санислав ты находишься в заблуждении понимаешь тебе нужно подойти ближе серьезные аргументы конечно понимаешь серьезных да да игнатия кульчинского почитайте он заблуждений не был он отличала русина от московита от москвы еще в середине 18 века каком году то он это писал сам подумал какому году в 1733 году он писал да и он отличала русину и москву то есть никакого никогда единства и так дальше не было на кроме не может а как пишется в ваших учебниках так никто же не говорит в учебниках и учебниках ваших пищи русины и московья это одно и то же никто не пишет русины это граждане уехали которые из руси стали жить также помнишь были гонения церковные когда были двумя местами крестились а потом стали тремя так скажите пожалуйста почему теперь путин и другая шайка говорит они идут освобождать свои исконно русские города если никакого нет никакого нету сопоставления руси москве согласен все так и есть да какого тогда какого тогда это шайка говорит что они что-то там идет освобождать что нету учебника пытаются оправдать так это только что сказали что это все разные вещи а теперь вы говорите нет все правильно говорят как вы сами себе противоречить и так здравый смысл противоречит пропаганде вот ты же меня не высушил ты меня перебил не убежать не убежать здравый смысл поспорил из пропаганды в его голове